Друзья, приветствую! Александр из Москвы прислал образцы масла Castrol Edge 530LL. Это C3 масло. Сейчас покажу вам. Значит баночка свежего и две банки с отработкой, взятой на разном пробеге. Вот описание автомобиля. Это Volkswagen Multivan 5 с двухлитровым турбодизелем 140 сил. Преимущественно эксплуатация Москва 70%. Много холостого хода. Допуск 504-507. Баночка свежего и две баночки сработки. Первая отработка 7300 километров и вторая практически 10 тысяч километров. Эталон у меня уже был, но эталон я делал, значит подписчик из Испании присылал масло. Я сделал, выставил там приличное количество эстеров в масле. Я выставил по данным одного очень известного ресурса. 6,3 щелочное и 1,36 кислотное. И вот давайте посмотрим, что намерит прибор. Смотрите, здесь показывает 107 по противоизносным присадкам. 7,1 щелочное и 1,42 кислотное. Разница достаточно существенная. Здесь побольше, пожирнее, как будто я решил, что все-таки рецептура была изменена или может быть для Европы послабее делают. И поэтому обновил по этим данным. 7,1. 1,42. Не стал это уже включать в видео, чтобы не затягивать ролик. Но как-то так. Поэтому сохраняю и сейчас проверю отработку уже исходя из этих данных. Первый образец, как я уже говорил, мультиванн. Двухлитровый дизель. Пробег 234 практически, 1000 и общий автомобиля 7300. Объем масляной системы 7 литров. Эксплуатировалась с октября по март 2022. Смотрите, в противоизносных присадок 75 процентов. Еще хороший уровень. 13 процентов сажи. Низкий уровень для города. Отлично работает топливное. 2,09 кислотное и 5 щелочное. То есть запас тут еще ого-го. Хороший. В общем-то гликоля нет. Масло отлично себя чувствует. Нитрование. Все в порядке здесь. То есть вопросов никаких. И даже воды меньше, чем в свежем. Вот так я скажу вам. Чуть-чуть меньше. Так, это сохраняем. Следующий образец с пробегом 9941 километр. Все то же самое. Но здесь единственное, что было долито 300 миллилитров масла. На этом пробеге видимо уже чуть подъело. И 236 с половиной, примерно 1000. Общий пробег. Так, прибор захотел проверить частоту стекол. Фон измерить. И посмотрите, 79 по противоизносным. Там было 75. Но здесь доливочка небольшая. Возможно, это повлияло. Возможно, топливо. Все-таки просаживается дальше кислотное. 2,28. Но, тем не менее, все равно на хорошем уровне. И щелочное срабатывается. 4,7. Но тоже небольшое. Но хотя здесь доливка. Пассажи, посмотрите, тоже 0,18. На пробеге 10000. 0,18 преимущественно город. Отличный результат. Топливное вообще без нареканий. Гликоли нет. Воды намерил прибор еще меньше. Может быть, какая-то была поездочка такая. Где-то прохватили по трассе, или по МКАДу. Вот, чтоб подвыпарило. Ну, вообще, как бы, вопросов нет. Масло отлично работает. Отлично отработало. Сейчас покажу вам, значит, сравнение вязкости. Но это образец второй с пробегом 9941 километр. Первый я даже не стал и затягивать видео. И я думаю, что там разница не принципиальная будет. Там в общем-то, там сколько? 2600 разница между этими пробами. И посмотрите, масло отлично держит вязкость. Ну, то есть, здесь больше, наверное, заслуга мотора. Топливо не льет. Сажи в большом количестве нет, которое загущает. Температура рабочая тоже в порядке. То есть, здесь 5 процентов я оценил. Максимум 5 процентов отражения. То есть, вообще, отлично. Изумительно. Все. Вообще, вопросов никаких нет. 2011 год. Но, тем не менее, автомобиль в полном порядке, на мой взгляд. Да, не забывайте отметить видео, поставить палец вверх, подписаться, кто не подписался. Ну, и колокольчик, если хотите получать уведомления. Так, а сейчас я покажу вам два прогноза. Вот, к сожалению, средней скорости нет, мод часов нет. Ну, посмотрите, значит, да, было, видимо, по, мне кажется, по пробегу и по прогнозу видно, что на вот за эти вторые 2 600 какая-то такая полегче эксплуатация была, потому что первый образец практически 15 тысяч ресурс нарисован, а здесь уже 17 300, то есть побольше, получше. Хотя здесь еще и доливочка поучаствовала, но доливка к 7 литрам 300 грамм, да, несущественно. По нитрованию тоже вопросов нет, 32 и 35 почти, да. Ну, и по вязкости тоже. А почему у меня вязкость стоит? Непонятно, почему первая вязкость стоит такая. Чуть поменьше, или я все-таки проверила? Да, прошу прощения, тут уже так запарился, что допускаю ошибки. Да, извиняюсь. Так, ну, тем не менее, вообще никаких проблем с маслом я не вижу, с мотором тоже все вообще отлично, топливная работает шикарно, гликоли попадания нету, то есть все-все вообще классно. Вот и смотрите какой запас большой, то есть тут практически рекомендации завода соблюдены, ну, важно конечно знать среднюю скорость, чтобы ориентироваться уже по кому-то часам, но тем не менее, видите, как масло работает. Конечно, я бы не рекомендовал полностью вот выкатывать этот ресурс, все-таки в масле накапливается продукты износа, накапливается кремний, это дорожная пыль, вот, а это основной источник износа, дорожная пыль, особенно очень маленькие частицы, там в 30-40 раз тоньше человеческого волоса, они попадают в пары трения, ну и повреждают, подтирают покрывной склой вкладышей, ну и такое, то есть это, повторюсь, основная причина износа, поэтому очень долго катать на масле не стоит, лучше даже покупать масло дешевле, но менять чаще, такое мое мнение, вот, основанное на на знаниях моих же. Благодарю Александра за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, увидимся в следующих видео, пока!